Продолжение следует... Киселёв Алексей Владимирович, эксперт Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Внутренний дел по ресурсу Торстан. Камалов Рустам Ильдарович, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов в Торстан. Советбудинов Марат Мухаммед Галейович, заместитель министра экологии и природопользования, агропромышленной и продовольственной политики Государственного совета в нашей республике. Трофимова Марина Викторовна, председатель общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов в Торстан. В общем-то, наша задача забраться в ситуации, посмотреть, что происходит в области обращения с отходами, текущий срез, будущее. И почему не получается наладить нормальный диалог между представителями общественности и его двумя власти, и почему в последнее время усиленность давления на представителей общественности. Совсем идеально, если мы также способствуемся тому, чтобы этот диалог, не имитация диалога, а действительно разумный диалог между общественностью и органами власти, наконец-то состоялся. Общество не знает информацию, власть считает, что общество неправильно ее понимает. И вот первое, что было, какие были жалобы, предложения, это с нами не хотят встречаться, говорят общественники, с нами не хотят говорить. Следующее. Значит, лоббирование во всех средствах массовой информации, вот этот самый мусоро-жигательный завод, без возможности ответить и высказать альтернативную точку зрения, либо полное замалчивание этой ситуации, что вызывает отсутствие информации у людей и, естественно, раздражение. Как раз представитель, представитель общественности. Да, руку будет. Пожалуйста. Дерево, пожалуйста, просите. Пожалуйста, 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 конечно. И все наши встречи с чиновниками, к сожалению, заканчивались замалчиванием ситуации. Нам отвечали таким образом, цитирую, что информации о заводе нет, мы не знаем ни плана, ни проекта, и я вам не могу сказать, будет ли он опасным или будет ли он безопасным. Но вот послушайте, есть, например, в Европе, и там все хорошо. Ну, как-то вот в таком вот роде, на мой взгляд, это совершенно неконструктивный диалог. Мы равные граждане, ну, как бы мы не школьники и не дети в детском саду, чтобы нас кто-то гладил по головке и успокаивал, что пока нет информации. Ведь так или иначе, вся схема принята, и там указан мусоросжигающий завод, и он был указан непосредственно вблизи от моего дома. Далее, когда изменилась повестка дня, и в 20 числах марта было принято решение, что он уже будет окончательно построен в поселке Осеново, я приняла участие в собрании жителей 25 марта и высказала, какие способы и методы законного регулирования данного конфликта существуют. Я призывала только к законной борьбе. И я говорила следующие слова, я сейчас цитирую вам, восстановление по делу об административном правонарушении. Это у нас слова запрещенные, вот у меня вопрос, да, тут прокурор, заместитель прокурора находится. Я говорила следующие слова, это наш город, я в этом городе живу более 30 лет, и это действительно мой город. Я говорила следующие слова, мы хотим чистого воздуха вокруг себя, это слова, за которые меня судят. Сейчас не 37-й год, сейчас у нас на дворе 21-й век, и у нас есть свобода слова, и вот мы тут видим, да, что вот эта надпись, все, ну, можно сказать, вот эти буквы, золотом высечены, да, что мы свободны и равны, и действительно мы хотим чистого воздуха вокруг себя. Да, они не виноваты, что они живут в Осиново, что они социопатичники, что вот такой вот у них жизнь, у них путь сложился, они имеют право на чистый воздух. Я говорила, что мы против строительства мусоросжигающих завода, и это действительно моя позиция. Я думаю, все тут, ну, как бы специалисты, все понимают, что мусоросжигающий завод так или иначе имеет презумпцию виновности, пока всеми экологическими экспертизами и другими процедурами не будет доказано обратное, иначе бы, собственно, эти процедуры и не проводились, и мы бы тут не беспокоились, это не кондитерская фабрика. Я очень благодарна, что приехали из Совета к правам человека при президенте Российской Федерации. Я надеюсь, у нас эта ситуация преломится, и все-таки и чиновники из правительства республики, и вот все вышестоящие, скажем так, власть увидят в нас равных себе, да, свободных и равных в своем достоинстве и правах, и будут с нами этот вопрос обсуждать, потому что мы, как представители общественности, имеем полное право на вот обсуждение, на решение этого вопроса, потому что мы жители, и мы живем в этом городе, это по-прежнему наш город. Самая-то главная проблема, которая существует на сегодняшний день, и мы не видим ее решения со стороны органов власти республики, такая небольшая юридическая коллизия, да, это ничего не делается вообще с отходами в республике. То есть принята территориальная схема, которая противоречит законодательству, мы вчера тоже подробно обсуждали, она действительно не соответствует приоритетам госполитики по обращению с отходами федерального закона 89, да, плюс ко всему ничего не делается в республике на сегодняшний день по раздельному сбору отходов. То есть не определен рекоператор, который будет определен только с 2019 года, как нам обещали, да, а на сегодняшний день ситуация остается подвешена. Заседание сегодняшнее не закончится просто тем, что мы наладим диалог. Мы хотим решения этой проблемы глобально, то есть мы понимаем, что мусоросжигательный завод – это одна альтернатива, мы ее не хотим категорически, мы видим, что есть альтернатива разумная, более цивилизованная, это раздельный сбор от населения, от предприятий, это переработка последующей любой вещи, потому что каждая вещь имеет вторую жизнь, об этом все цивилизованные люди знают, и цивилизованные страны уже пришли к этому опыту. ...данной проблеме и решать ее концептуально, решать ее, смотреть в корень, да, а не просто пытаться закрыть рот той общественности, которая на сегодняшний день выступает в защиту вот альтернативы мусоросжигательному заводу. Именно мы не против мусоросжигательному, мы за альтернативу мусоросжигательному, да, так, наверное, правильно будет. В соответствии с статьей 7, это федеральный закон 54, а в собрании 6 митингов и пикетирования, они, соответственно, за 15 дней должны выдавлять администрацию района о проведении такого митинга. Вот, в частности, по Халиловой 25 марта это было, ЖК Салават Купыре состоялось. Изначально оно планировалось как собрание, но потом переросло в митинг, потому что были, как оно уже ранее прозвучало слова, против строительства мусоросжигательного завода, это наш город, мы хотим чистого воздуха, и призывало собравшихся принять участие в митинге и поддержать несогласие. То есть, соответственно, на основании вот этого федерального закона и был составом административного материала. То есть, Верховный суд из публики отменил пока решение сюда первой стации? Он решение не отменил, он просто направил на рассмотрение на новое. На новое. Вот он отменил и направил на новое. Совершенно верно. То есть здесь еще опять суд может пересмотреть свое решение, которое первоначально было принято. Пожалуйста, Вера. Я хотела бы задать вопрос по митингу по поводу избирателей. Две активистки Ирины Египрова и Гульна Сверднова были привлечены за репост сообщения о митинге 7 апреля. Этих репостов было всего порядка 250. Почему привлекают только двух? Почему такая избирательность? Только тех двух активисток, которые накануне, 5 апреля, высказались на встречу с мэром. Остальные что? Лидеры. Лидеры. Их фамилия отражены в списке контактов на странице нашего движения в социальной сети ВКонтакте. И такое ощущение, что это просто публичная порка. То есть если вы говорите, что есть право нарушения, почему вы не привлекаете всех? Это вот в общей сложности будет порядка 300 человек. Жители и Казани, и пригородов. Согласно ответу, полученному с исполкома Зеленодольского муниципального района, вам было отказано в связи с нарушением продачи уведомлений. Но вы, несмотря на это, вами начата была процедура агитации в сети интернет. Никакого предложения об изменении места не поступило. Можно задать вопрос еще? Я бы очень благодарен, если бы вы с вашей полномочиями, с вашей стороны взяли на контроль данную ситуацию. Мы собрали список всех этих случаев. И мне кажется, если вы могли бы приспособиться, то это здорово бы могло снизить прочное решение. Вот эти 300 человек будут привлечены к административной ответственности в этом случае? То есть Елисей и Елиникова, да? А как? А как иначе? Прошу, ваша позиция понятна. Я прошу, конечно. Варшинович, честно, по-человечески, я, естественно, буду взять этот вариант, чтобы и эти четверо активистов не были привлечены. Но если оставаться в рамках и законы, и если действительно... Ну нет, мне позицию было бы выяснить. То есть понятно? Хорошо. Спасибо. Хотел бы отметить, что муниципальный уровень, который сейчас занимается и город, и та рабочая группа, и странная активистов, наверное, требует того, чтобы поднять его до республиканского, поскольку та проблема, которая начинается с города, сейчас граждане поднимают вопрос в целом по республике. Это и раздельный сбор, это и региональный оператор, поэтому, я думаю, что если все рекомендации будут в адрес органов исполнительной власти, мы их услышим. В свою очередь, обращаясь к гражданам, я хотел сказать, что сегодня совместно могу, наверное, озвучить с представителями СПЧ, выбраны наиболее конструктивные для диалога 8-10 человек. Я думаю, что как муниципальный орган, так и федеральный орган, так и орган исполнительной власти вправе сказать о том, что дайте предложение, их может быть больше. И призываю к тому, что в этой рабочей группе должны быть и пациенты, и специалисты, и юристы, и медики, и технологи, для того, чтобы вместе, на следующий день, мы имеем вопросы и потенциальному инвестору, который вывесил техническое задание по оценке развития на окружающей среде вопросов много. Мы будем разбираться по инвестору, когда, если очень приятно, эту ситуацию знают. Первая информация, когда был разговор от Анека, извлечение максимально в плоти тяжелых фракций, на сегодняшний день получаем... Проспратились, пожалуйста. Получаем сейчас я здесь. ...информацию, что постоянно сталкиваемся с двояркой позицией чиновников по тому вопросу, за сколько лет мы ведем раздельный сбор. Когда они начинают лоббировать за мусорожигательный завод, что якобы он будет принимать только сортированный мусор, мы сталкиваемся с ними, ну вот как с этим работать? Лучше определитесь, пожалуйста, мы прогрессивно ведем за несколько лет, или мы вообще 20-30 лет на это затратим. Ну, какая-то позиция должна быть. Очень хочется, чтобы вы нас услышали, что мы не просто какие-то крикуны, которые кричат, нам не нужен мусорожигательный завод, мы жители, мы люди, которые хотим жить здесь, мы не собираемся никуда уезжать, мы хотим рожать детей, которые тоже будут здесь. Мы хотим, чтобы дети были здоровы, чтобы они жили в благополучной стране и готовы включаться в работу. Так что, пожалуйста, создавайте рабочую группу, мы только за всеми силами будем помогать. Готовый специалист, который сегодня подскажет нам. Очень хочется увидеть поддержку со стороны правительства, не обязательно, может быть, финансовую, да, может быть, какие-то там льготные кредиты или что-то такое, чтобы малому бизнесу как-то он так легче, как-то всю экологическую ситуацию. А вот сегодня какой-то объем вы выполняете? Да, мы несколько тысяч тонн отходов ежегодно перерабатываем, именно электронного лома и прочее. Но это надо к вам ввести? Или все-таки он не поразит? Смотрите, мы работаем, значит, по-разному, да, то есть есть, есть возможность, когда мы не взимаем платы и сами забираем, да, то есть в основном это касается электронного лома, потому что с него, ну, можно какую-то прибыль, да, получить. Что же касается батареек и ртутных ламп, то здесь явно отрицательная ориентабельность, то есть для того, чтобы их переработать, нужно затратить денег больше, чем стоимость материалов, которые можно получить оттуда. Те мусорософировочные станции, которые будут вводиться, они будут выбирать незначительный объем на переработку. Глубы на переработке может увеличить лишь введение раздельного сбора отходов. Но этой темой власть заниматься чему-то не хочет. Хлопать, например. Тем не менее, у меня есть одно предложение, принципиальное. Существующий запрет на захоронение полезных фракций отходов надо расширить. То есть сжигание полезных фракций отходов запретить. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ